Здравствуйте! В эфире программа Вехи Истории. Гостя нашей сегодняшней встречи подсказал фотоснимок из нашего архива. Подборка фотографий по теме соревнования глав Тюмень нефтегостроя по лыжам Тюмень, февраль 1975 год. К сожалению, герои на этих фотографиях, участники соревнований, не опознаны. Но мы нашли знакомые лица. И таким образом мы познакомились с Ниной Васильевной Ермаковой. Она в нашей студии. Здравствуйте, Нина Васильевна! Здравствуйте! Спасибо вам за то, что вы признались, что вы там были на этих соревнованиях. А как вы оказались на них? Ну, дело в том, что я приехала сюда в Надым. У нас были соревнования среди команд города на дыма. И я выступала за команду аэропорта. И там мы тогда меня увидели, госпромовские. По вашим хорошим показателям. Да. Они увидели, что я хорошо бегаю. Думали, откуда. Ну, и так мы и познакомились. А потом были соревнования вот в Тюмени, среди нефтегазового комплекса Тюменского. И меня пригласили в эту команду. Надым газпромовцы уже, да? Да, уже в газпромовскую команду. И мы там вот бежали. У нас там не только были соревнования по лыжам. Там был в комплексе соревнования и отжимания. И стрельба была из винтовок мелкокалиберных. И лыжные гонки. И стафета. Гонки на 5 километров, а мужчин на 10 километров. Так мы и познакомились. И здесь вот на фотографиях, где я не знаю, кто нас фотографировал. Не помните, да? Я даже не помню, кто нас фотографировал. Но, видите, оказывается, я тут в истории города попала в команду Газпрома. Да. А скажите, Нина Васильевна, сколько вообще было человек в команде? Как готовились вы к ним? Где брали спортинвентарь? С собой лыжи везли? Или там вам выдавали? Все-таки это 75-й год был. Спортинвентарь у нас был свой в аэропорту. У нас была команда. И лыжи в аэропорту были. В Газпрома свои были лыжи. Мы поехали со своими лыжами. А готовились мы здесь, в Надыме, в парке. Потому что в то время парк был очень большой. Начинался он, значит, от улицы сейчас, как Комсомольская. И заканчивался возле озера. Поэтому здесь было большое расстояние. Мы готовились в этом парке. Лыжных трасс было немерено, да? Ну, лыжные трассы еще кто-то и на сопке пытался ходить. Но раньше-то Буранов особо не было. Если прокладывали там трассу, то мы на сопках тогда ходили на сопке, там тренировались. Потому как лыжная база была сейчас, где сейчас, вот Газпромовская база на озере. Мы оттуда там соревновались. Там был тир, и мы там стреляли из винтовок и отжимались. Там небольшой как бы спортзал был. А потом уже в сопки бежали, да? Да, в сопки бежали. Но там, конечно, трассы были тяжелые в сопках-то. Потому что там как бы холмы и спуски большие. А откуда опыт, Нина Васильевна, лыжный-то у вас? Лыжный опыт? Лыжный опыт у меня... Я закончила государственный университет в Иркутске. По специальности метеорология. Там занималась лыжами. Сначала в школе, в 10-м, в 9-м классе мы бегали на лыжных соревнованиях. Потом мы ездили на ЦС урожая, даже в Архангельск. Это улан-удэнская сельская команда. Потом, значит, я когда училась в университете, мы ездили на соревнования в Томск. Там были универсиады в Томске. Но там, конечно, природа очень красивая. Там красивый город, там очень много институтов, университетов, студентов. А потом еще ездили на соревнования в Пермь. Там в Перми тоже были университетские соревнования, ну, среди университетов. У вас какой-то разряд был по лыжам? Ну, у меня был первый разряд. До мастера я, конечно, не дотянула, потому что уже закончила институт и приехала по направлению в Омск. В Омске как раз вот здесь начал разрабатываться нефтегазовый комплекс. Мы обнаружили газ и нас сюда направили. Организовали, значит, в Надыме аэропорт. Ну, это было уже попозже чуть-чуть. Это в каком году вы сюда приехали? Я приехала сюда, мы в 72-м году приехали в Салихард. В Салихарде в Омске прошли комиссию медицинскую, и все, и мы прилетели в Салихард. В Салихарде мы стажировались где-то, наверное, полгода. С сентября по май месяц. Потом начальником назначили. Мы приехали вчетвером из Иркутского университета. Из моей группы как раз вот была муж с женой, и начальником назначили его мужчину очередного Геннадия Васильевича. Вот он приехал сюда в Надым и стал организовывать здесь авиаметеостанцию. Ну, то есть, получая приборы сюда прислали. Как раз у нас же раньше-то летали сюда мало, полосы-то не было. Только была, ну, укатанная полоса. Поэтому водой все присылали из Омска, все приборы и оборудование. Он здесь принимал, все настраивал. И потом синоптики уже вот прилетели. То есть, по реке вы в навигацию доставляли оборудование? Да, да, да. Потому что, ну, постоянно нам в навигацию до оборудования, приборы, и все, все эти доставляли из Омска навигацией. Поскольку вы тут старожил, вы скажите, где у нас находилась полоса? Потому что иногда бывают разные мнения, наверное, но это важно услышать из уст работника, да? Вот у нас есть карта. Давайте, может быть, даже отметим, где в районе, в черте города, да, находился аэропорт? Да. Где он находился? Покажите нам, пожалуйста, может, стрелочкой нарисовать. Где здесь Севергострой? Вот в Дании Севергостроя у нас, получается, вот три девятиэтажки, да? Полоса, да. Красная крыша. Девятиэтажки это уже потом строились. Сначала вот за Севергостроем здесь вот полоса была, взлетно-посадочная полоса, и она была укатана, песчаная. Сначала сюда приземлялись. У нас раньше еще летали Ли-2 самолеты. Первые потом начали летать пассажирские самолеты Ан-24. А сначала пассажиров привозили на Ли-2, это салихардские, в Салихарде они базировались. А потом сначала летали вертолеты Ми-4, а потом уже в каком, в 75-м, наверное, или в 74-м году появились Ми-8. И вот когда здесь организовывался аэропорт, то приглашали всех пилотов, ну, командиров, экипажей вторых, бортмехаников отовсюду, из Сургута приезжали. Ну, потом после окончания училищ приезжали ребята, ну, уже женатые, с семьями, и поэтому их селили, уже первые дома начали строить, им давали квартиры. Так развивался авиатриат Могимский, да? Потом в 74-м или 75-м, нет, в 76-м году уже построили полосу, когда, новую полосу, и нас доставляли туда вертолетами на работу, потому что дорог не было. Мы садились на вертолет, и первый вертолет взлетал, та команда, смена, которая работала, бежала навстречу нам, и мы, так вот была смена. Это уже доставляли вас на вертолетах в нынешнее, да, где сегодня находится аэропорт? Да, 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 там уже построили бетонную полосу. А откуда летели вертолеты? Вот вертолеты-площадки тоже были в черте города? Вертолеты летели, площадки были в лесном, ну, и сейчас он лесной называется, раньше назывался Су-11, потому что там был вагончик, вагон-городок, и там жили СТПС-овские работники все, и вот оттуда, значит, ну, мы вылетали из аэропорта, с полосы, потому что там возле больших водоемов, луж, стояли вертолеты Ми-8 или Ми-6, какой первый вылетал, мы садились в эти вертолеты и перелетали на новую полосу. Потом, значит, в каком-то, в 77-м году, наверное? Почему из луж-то вылетали, Нин Васильевич? Не из луж, а возле луж-то вертолеты, потому что песок ведь кругом был, песок, а вертолетам же нельзя садиться на песке, потому что могут, да, по техническим возможностям, что могут забиться двигатели песком и все прочее, поэтому возле водоемов старались. А в лесном или в Су-11 там тундра была, там площадки, вода было много, да, болота было, поэтому возле болот, никакого там песка, поэтому там площадки строились. Ну, а потом уже стали, когда аэропорт построили, уже начали, вертолетные площадки, как бы уже не имело смысла туда садиться, но долго просуществовала, правда, вот эта вертолетная площадка, которая в Су-11 находилась. Там у нас базировались, да, она востребована долго была. Там базировались москвичи, они там и жили в общежитии, им дали там общежития, их разместили или в вагончиках, и они там вот базировались на этих вертолетных площадках, и они оттуда в основном вылетали. А остальные потом уже, которые к надымскому предприятию были приписаны, они, конечно, стояли на перроне в аэропорту. Инна Васильевна, ну вот вы прошли стажировку в Салихарде, приехали в Надым, и в качестве кого вы работали? Я в качестве синоптика, и была потом старшим инженером-синоптиком, потом заместителем начальника, потом эту должность сократили, опять в синоптике, ну и сейчас продолжаю работать в синоптике. То есть всегда отвечали за погоду, да? Ну, естественно, конечно, мы же составляли погоду для авиации всегда. Как вы ладили с небесной канцелярией, насколько она была благосклонна? Раньше погода была совершенно другая. Раньше у нас очень много выходило северо-западных циклонов, ныряющих, они с большой скоростью смещались через новую землю, на Надым или севернее, или южнее Надыма, и тогда погода зависела только от них. Были очень сильные ветры всегда перед этим циклоном, и за циклоном, когда заток стал из Арктики, тоже были очень сильные ветры, метели. И было холоднее, конечно, чем зимы были очень холодные. 40 градусов постоянно, февраль, январь обязательно, и декабрь, начиная с декабря, январь, февраль. Такие были сильные морозы. В феврале обычно были ветры, сейчас совершенно погода изменилась. Совершенно другие циклоны выходят, не знаю, из-за чего это. То ли из-за того, что, может быть, войны где-то прошли, или просто вообще погода изменилась. Что влияет, да? Сейчас циклоны у нас выходят на Москву, потом из Москвы смещаются, смещаются или на новую землю, или... Ну, траектории у них разные, конечно. Они с каждым разом... Один циклон севернее, второй южнее, потом третий через Нады может сместиться. Вот перед этим была же какая погода у нас, потому что там образовался на Воложбине глубокий циклон свой, и закачивался теплый воздух с Азии, со Средней, и вдоль гор уральских опускался арктический воздух, и поэтому образовался такой мощный циклон, и смещался он как раз на нас. И, Василий, ну, понятно, что погода влияет на движение самолетов, особенно в первые годы, да, здесь строительство шло большое, да, и транспорт был необходим. Кроме авиатранспорта не было никакого. Вот скажите, были какие-то моменты, когда сидят большие начальники, ждут погоду, ее нет, и вот свидетелями вы такого какого-то момента были? Конечно. Летели вопреки погодным условиям? Нет, ну, естественно, летели, но когда был нелетная эта погода, конечно, мы выбирали такую погоду, чтобы как раз прилететь, поэтому прилетал сюда Косыгин, помню, мы обслуживали, это называется литерными рейсами, кто, например, начальники Газпромовские, там все, если прилетали, это литерные были рейсы. Ну, конечно, из Москвы, конечно, они на больших самолетах, но здесь потом, когда они прилетали над им на больших самолетах, их вертолетами, ну, куда им нужно, например, на газопромысловые точки. Да, на газопромысловые точки. А вообще-то ответственно принимать, например, был самолет, на котором Косыгин? Ну, конечно, у нас должен был начальник авиаметеостанции обязательно присутствовать при полетах, при этих литерных рейсах, обязательно. Вы сами-то видели Косыгина? Да нет, мы только издалека, потому что раньше же как машина сразу подъезжала к самолету и туда садились в машину и все его возили, да. Ну, а кого-то из больших, из таких великих, почетных гостей видели? Ну, никого. Потому что на работе... То есть вы были на службе всегда, да? Когда на службе, то никого не видишь, соответственно, из-за погоды, поэтому, когда особенно если нелетная погода там или какие-то катаклизмы, ожидаются циклоны, то, конечно, это... Ну, раньше, конечно, полетов было очень много, очень много. Мы день и ночь работали. У нас же прилетали Ан-26, грузовые самолеты Ан-12. Потом уже, когда вот Ил-76 начали прилетать, такие самолеты большие. Ну, пассажирские это были Ту-134, Ту-154, тоже большие. Было очень много рейсов. Были рейсы на Москву, и на Симферополь, и на Самару, и на Уфу. Сейчас, конечно, уменьшилось количество рейсов. Я не знаю, от чего это зависит. От того, что, наверное, дороги построили уже. Поэтому основная масса на дымчан сейчас передвигается на своих автомобилях. Проще, наверное, и дешевле. А может быть, хотят посмотреть красоты. Я даже один раз приехала на поезде. Думаю, надо посмотреть дорогу эту от Тюмени до Уренгоя. Вот один раз пришлось проехать на поезде. Не решались больше ездить? Все-таки быстрее и комфортнее на самолете. Ну, да, я просто тогда из любопытства. Думаю, один раз же надо как-то проехать. Ну, из Братска приехала в Тюмень. У меня родственники в Братске. И потом из Тюмени уже сюда в Надым. А так, в основном, конечно, на самолетах. Ну, раньше было, конечно, сложнее летать самолетами. Потому что было очень много пассажиров. Были очереди за билетами. Но у нас, как служебников, у нас была своя касса. Но там тоже была очередь. Поэтому очень... Кому как повезет, да? Кому как... Скажите, а какие-то вот авралы, непредвиденные ситуации были в работе? Ну, нет, таких авралов не было. Но я не знаю, я не помню, в каком году уже было пожар. На газопровое, на месторождении там. И тогда аварийные, на ГП-7. И тогда же вот эти аварийные самолеты мы дежурили. Погода, конечно, тоже был сильный ветер, во-первых, и все. Но все равно. У нас же ребята-вертолетчики очень опытные. Сейчас уже, конечно, некоторые ушли на пенсию уже. Все. Все отработали, отлетали. Ну, очень много часов. Поэтому мы на них надеялись. Они на нас, а мы на них надеялись. Потому что в такие сложные погодные условия, конечно, когда попадает, то это должен быть опыт. И сейчас вот они летают из Баваненка вот туда на Тамбе и грузы возят. Это там же белизна. И они говорят, что ничего не видно вообще. Только по приборам летают. Даже в хорошую погоду плохо видно. Там же нигде ни кустика, ни деревца, никаких там зацепок нет. Это осложняет работу, да? Сложные условия полетов. Но я говорю, что они очень опытные. Сюда вот, я не знаю, какие-то прямо приезжали летчики. Они очень ответственные были. И такие грамотные. И вообще, не знаю, они очень... Мы на них очень надеялись. Нина Васильевна, ну понятно, что в 70-е, 80-е годы оборудование было другим. Сейчас, я так понимаю, вы еще работаете, да? Да. И сейчас все по-иному, да? Вот как удается себя перестроить, переквалифицироваться? И как вообще сейчас работает? Сейчас очень просто все. Раньше у нас была печатная машинка. И раньше было у нас радиобюро. В радиобюро было очень много народу, людей. Потому что был Тюменский канал, Московский канал, Салихарский канал. Вот на этих всех каналах работало по два человека в смену. И еще было радиобюро, где радио, по радио еще вертолеты летают, по радио выходят. Там, если погоды нет, мы запрашивали погоду через радиобюро. Они там не могли докричаться. Были северные сияния, это очень влияло. Мы же принимали карты на аппаратуре, которая зависела от радиоволны. На радиоволну настраивались, специальные частоты у нас были. И бывало такая, были такие ситуации, что вообще карты не шли. Вообще. Вот однажды, как-то помню, ни в каком году не помню, но суток пять у нас не было никаких абсолютно карт. Мы просто, не знаю, как мы это работали, наверное, с погодой нам повезло. Потому что если какую-то карту одну выловим, это радости было очень много. И у нас же потом мы еще спутниковую антенну поставили, спутниковые фотографии у нас были. Принимали спутниковый сигнал на пленку там. Потом эту пленку проявляли. Потом на пленку, на фотографию мы накладывали палетку. А палетку надо наложить, если что-то видишь, какой-то район, например, море Каспийское или там Аральское море, или что-то, какую-то зацепочку, какую-то речку, накладываешь палетку. Ну, чтобы было где Надым, где Губатом, или Уральский, или Новая Земля, если видно, то это было очень хорошо. Мы тогда палетку эту накладывали, и тогда Надым находили. Были такие случаи, когда вообще там ничего, полностью облачность, ничего вообще не видно, тогда уже так, по интуиции. Ну, а сейчас-то у нас вообще компьютеры, мы карты абсолютно принимаем. Нажал кнопочку, набрал, какой нужно, Архангельский район, Новосибирские, московские карты, высотные. И любую погоду, любой прогноз по компьютеру. Потому что вся информация идет в московский центр, отсюда мы уже можем запросить в этом московском центре любую погоду, любой прогноз. Вот сейчас у нас на Симферополе начались полеты. Был один рейс, вот два дня назад. Мы индексы в Симферополе не знали, а потом раз, и запросили в московском банке, из московского банка уже все приходит, вся информация. А раньше мы же, если нет связи, мы даже иногда прогнозы не могли получить, потому что тоже зависело от связи все это. И тогда составляли сами по карте. Если карта есть, мы сами составляли прогноз для пилотов. Но они же не могут сидеть долго здесь у нас, правильно? Они прилетели, выгрузились, все, им надо улетать. Были такие случаи. Нина Васильевна, а как же лыжи ваши сегодня? Лыжи? Вы продолжаете бегать. Я купила лыжи три года назад, но выбралась только в этом году. То есть на какой-то момент вы их забыли, да? Вообще все, да просто как-то некогда было. И с другой стороны, зимы были холодные, потом бах, не успешно глянуться, уже весна пришла. Бежать некуда, уже вода. А сейчас, думаю, нет, надо вот, недавно соревнования же были. Это какие, лыжня? Ну да, лыжня. Ямальская лыжня, да? Решила поучаствовать. Бежала на три километра, но результат, правда, не знаю, надо сходить вот в этот. Но получили какое-то удовольствие? Ну, конечно. Бодрости, наверное, прибавилось? Замечательно было. Перед этим мы потренировались со своей командой Метьевской. Четвером мы сходили, посмотрели, где находится лыжня, пробежались так, а потом вот решил в соревнованиях поучаствовать. А в семье родные бегают у вас на лыжах? Дети, внуки? Нет, никто не бегает. Нет, внуки, старший занимается баскетболом, плаванием сначала занимался, потом решил на баскетбол. Средний плаванием тоже ходил на хоккей, но не захотел. Видимо, трудно. Хоккей, конечно, там силовые же приемы надо применять, быстро бегать и все. Но он так научился, конечно, кататься и спиной. А младший вот сейчас на танцы в группе, в садике. Не пробовали его на лыжи ставить? Ну, пока нет. Еще маленький, три года, на будущий год, наверное, скорее всего, попробуем поставить на лыжи. Нина Васильевна, спасибо вам огромное за участие в нашей передаче, за то, что вы прояснили наши исторические фотоснимки. Это очень-очень здорово. Я думаю, что мы с вами, наверное, еще их и подпишем, кто здесь опознаем. Позвольте мне от нашей передачи вручить вам вот комплект дисков. Приятного просмотра. Это все о нашем предприятии. О предприятии, за которое вы когда-то бежали, отстаивали нашу честь. Спасибо вам огромное и всего самого доброго. Спасибо большое. Я прощаюсь и с вами, уважаемые телезрители. Напоминаю, что в эфире была программа «Вехи истории». Гостем нашей студии была Нина Васильевна Ермакова. Ветеран нашего города, первопроходец нашего города, старожил Надымского района. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова